МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как готовилась севастопольская красавица к конкурсу, знает Елена Карнаухова. Официальное приглашение на конкурс «Месяц-вселенная» Ольга Половкова получила месяц назад. Организаторы ее заметили еще на российском смотре «Красавец». В начале июня она стала обладательницей титула «Мама года-2017». Но на приглашение участвовать в «Месяц-вселенная» Ольга Половкова ответила не сразу. Все-таки на ней лежит большая ответственность. У нее четверо детей. Младшему всего год. После совещания с родственниками решение принято – поедет. Мама и муж поддержали девушку. Говорят, не каждый день дается шанс представить город на мировом уровне. А за малышами присмотрят. Да и дети рады за маму. Обещают держать за нее кулачки. Чтобы слушались, папу слушались, бабушку слушались, не ругались. Понятно? Да? Да. Я очень хочу, чтобы она выиграла. Мы очень за нее болеем, будем скучать. И хочу, чтобы она побыстрее вернулась. В доме полным ходом идут сборы. Вылет уже в четверг. Укладывают вещи в чемодан всей семьей. А в перерывах Ольга Половкова распивается. На конкурс готовит творческий номер. Исполнит песню Аллы Пугачевой. Одному из организаторов нравится творчество этой эстрадной певицы. Но главное для каждой женщины – выбрать платье. Перед поездкой – примерка нарядов. В тех, которые одобрит муж и выйдет на сцену. Помимо вечерних платьев, обязательное условие на конкурсе – представить национальный костюм. Ольга Половкова вместе с севастопольским дизайнером готовит специальный наряд. Конкуренция на конкурсе «Миссис Вселенная» будет большая. В смотре примут участие замужние женщины из 84 стран мира. Но Ольга Половкова верит в свои силы. Ее поддерживает семья и весь город. От России на конкурс «Миссис Вселенная» вместе с Ольгой Половковой поедет еще четыре участницы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Ольга Половкова отправится в Южноафриканскую республику. Именно там пройдет конкурс «Миссис Вселенная». Состязаться в красоте и талантах участницы будут в течение недели – 26 августа. 2 сентября – финал, по итогам которого определят обладательницу короны. Елена Корнухова, Михаил Волобуев, информационный канал «Севастополя». А у нас в гости студии победительница в номинации «Миссис Солидарность» международного конкурса «Красоты и Миссис Вселенной 2017» Ольга Половкова. Здравствуйте, Ольга. Я поздравляю вас с победой. Как проходила подготовка, мы видели из сюжета. Расскажите о самой поездке. Как это происходило? Что вас удивило больше всего? Ну, на самом деле, было очень страшно, было волнительно. И было для меня очень ответственно представлять Севастополь на таком ответственном конкурсе, потому что он, во-первых, международный, во-вторых, там было представлено очень много стран, и, в-третьих, то, что я представляла город Севастополь именно под российским флагом, именно в составе Российской Федерации. Такого масштаба конкурсы в вашей жизни были впервые? Да, впервые. Но вы всё равно решительная женщина, пошли вперёд и победили. Расскажите, как проходил конкурс? Ведь одной внешней красоты всё же мало. Конечно. На самом деле было достаточно сложно, потому что очень много участниц, 84 участницы. Это потеряться можно в толпе просто, если мы все куда-то ехали. Сам процесс проходил достаточно насыщенно. Мы просыпались в 7 утра, в 6 утра, ложились спать в 12 часов ночи или позже. И всё это время мы были в каких-то поездках, в каких-то мероприятиях. И не было буквально времени, даже полчаса в номере отдохнуть, как-то о чём-то подумать. Перевести дух. Да. Помимо конкурсных каких-то заданий, что было ещё? Мы посещали школы. Мы посещали, там есть целая деревня, реабилитационный центр для деток. Мы посещали сафари-парк, океанариум. Нас возили к спонсорам, представляли, мы знакомились со спонсорами. То есть программа была очень насыщенной. Всё время было расписано буквально поминутно. И всё чётко, быстро, быстро, бегом, бегом. Там отметились, там отметились, как в армии, можно сказать. Не возникло ли проблем с тем, что вы из Севастополя всё же санкции, всё же серая зона, как ни крути? Международный конкурс, ЮАР. На самом деле меня изначально приглашали как миссис Севастополь именно в составе Российской Федерации. Изначально это было… Никаких вопросов не возникало? Нет, нет. Организаторы сами это подтвердили, заявили. Поэтому я с таким условием, в принципе, и ехала. А с тем, что ваши данные появились на украинском сайте «Миротворец», вы связываете участие в конкурсе от России на международном уровне? Безусловно. Как вы к этому относитесь? Для вас это больше награда какая-то, подтверждение политической вашей позиции? Или как вы восприняли вообще эту новость и как узнали об этом? Ну, сначала, когда я ездила на всероссийский конкурс на «Миссис Россия» в Москву, мне писали в социальных сетях, что ты попала в базу «Миротворец», но это ничем не было подтверждено. И я, в принципе, к этому отнеслась нейтрально, потому что много чего могут говорить и писать. А уже когда я поехала на международный конкурс, буквально по дороге в аэропорт, у меня была возможность ещё просматривать сообщения, и я увидела письмо, где было написано, что ты там доигралась, и вот ты попала в базу «Миротворец», и всё это было подтверждено уже фактически фотографиями, скриншотами из самой базы непосредственно. Конечно, для меня это было ожидаемо, потому что, ну, вроде как изначально первые звоночки были. Как-то это отразилось на вашей жизни? Ну, пока что никак не отразилось, потому что я в Украину ещё не ездила. Конечно, бы хотелось поехать, с одной стороны. С другой стороны, в «Миротворце» такая интересная компания собралась, что мне даже приятно там находиться. Ну, в принципе, да. Это скорее такой, как бонус. Давайте вернёмся к конкурсу. По каким критериям отбирали победительница? Победительница должна быть успешной женщиной, должна быть замужней, должна быть мамой, какую-то вести благотворительную, волонтёрскую деятельность, должна быть талантливой. Ну, это, конечно, не обязательно, но в чём-то… Как не потеряться в этой толпе? 84 страны, только от Российской Федерации 4 представительницы, да? Вот чем можно покорить судей? Вы знаете, у нас была возможность покорить и талант-шоу. У нас была возможность покорить судей непосредственно своим общением с ними. Они на протяжении этого периода, организаторы непосредственно с нами были. Они смотрели, как кто себя ведёт, как общается, какие отношения. Потому что всё-таки, как и в любом конкурсе, были свои какие-то недоразумения между девушками. Опять же… Всё это влияло на конечные ресурсы. Конечно. Опять же, языковой барьер. То есть все общались на английском языке. Перевод с перевода ещё усложняет понимание. Но, в принципе, можно сказать, всех друг друга понимали, потому что всё, что нужно нам было, это туда собраться, поехать. И за красотой интернациональной. Да, можно было просто хлопать ресницами, и всё было понятно. И было всё понятно. Ольга, я знаю, что вы готовили специальное потрясающее платье для участия. Оно произвело то впечатление, которое вы рассчитывали? Да, безусловно, это очень красивое платье нашего севастопольского дизайнера Натальи Духневич. Шикарное платье. Я в нём покоряла публику в Москве успешно. И я решила в ЮАР также повторить. Сработало. Сработало, да. Очень на самом деле эффектное платье. Насколько справедливо, на Ваш взгляд, было судейство? С результатами Вы согласны? Или это очень субъективно? Ну, мне кажется, субъективно. Потому что с результатами я согласна, но, возможно, не со всеми. Вот так скажу. Всегда в каждом конкурсе есть несогласные, есть много несогласных. Ну, это естественно. Это естественно, да. Потому что каждая девушка, которая едет на такой конкурс, она должна себя позиционировать королевой, иначе нет смысла участвовать в этих конкурсах. Конечно, конечно. А так, в принципе, ну, адекватное жюри. Мы же не знаем ещё, помимо этого, по каким критериям. Может быть, у них ещё какие-то тайные критерии были, по которым они судили, и они не хотели это оглашать, а сами как-то хотели, чтобы девушки проявили себя в этом. Может быть. Вы пришли в нашу студию не с пустыми руками. Расскажите, пожалуйста, что это на столе. Покажите дипломы. Заветные короны. Вот моя первая корона. Я получила её в Севастополе на конкурсе «Миссис Жемчужина России», «Миссис Севастополь». С неё всё началось? С неё всё началось. Я получила гран-при «Миссис Севастополь», «Жемчужина России». Вот лента и корона. Потом я поехала на всероссийский конкурс. Эту корону я получила за то, что я попала в топ-10. Было представлено 48 участниц с разных регионов. И вот эту корону я получила, опять же, на всероссийском конкурсе. Я получила гран-при «Мама года». Вот диплом, гран-при «Мама года», лента. И также диплом, почётный диплом многодетной «Мама». Я единственная была, у которой было четверо детей из 48 участниц. Но я думаю, что всё равно диплом и ленту вы получили не за это, да? Но и какие ещё критерии? Чтобы быть мамой года и чтобы быть почётным дипломом многодетной «Матери»? Я максимально пыталась проявить себя и проявляла себя. Ну, я думаю, ещё помимо того, что у меня четверо детей, наверное, судьи учитывали мои внешние данные, может быть, как я выгляжу. Это же конкурс красоты. Фигура. Несмотря на то, что я родила четверых детей, я сумела её сохранить. Может быть, и по этим тоже критериям. Потому что так сложно как-то оценивать мам. У всех есть дети, и каждая хорошая мама, в принципе. Поэтому, может быть, ещё по этим критериям. Ещё две ленты у нас на столе. Так, это лента с конкурса «Миссис Вселенная». Вот я представляла город Севастополь, «Миссис Универс» 2017. Прогремел во Вселенной. Да, прогремел во Вселенной, как отдельный субъект на конкурсе. Даже не как страна в целом. А это я получила титул «Миссис Солидарность». Если бы вам сейчас пришлось ещё раз поучаствовать в этом конкурсе «Миссис Вселенная», что бы вы изменили? Что бы вы сделали принципиально по-другому? Ну, сложно сказать. Я, несмотря на то, что у меня было очень мало времени на подготовку в силу разных ситуаций, и жизненных в том числе, я считаю, что я была подготовлена в полном объёме. Потому что… То есть выложились максимально? Я выложилась максимально. Что бы я изменила? Мне даже сложно представить и сложно придумать. Ну, я не знаю, что можно изменить. Можно прическу поменять или другие платья одеть. То есть, в принципе, всё было сделано верно. Всё было сделано, да. Стрелы попали точно в цель сердца жюри. Мы видели в сюжете, что семья вас поддерживает. Помимо семьи, кто поддержал вас в вашем стремлении стать «Миссис Солидарность»? Ну, конечно, меня ещё поддержало большое количество людей, за что я всем благодарна, за их помощь, потому что без них сложно мне было бы готовиться и, в принципе, поехать на этот конкурс. Меня поддержал уполномоченный приёмный президента Антонцева Александра Петрович. Также меня поддержало правительство. Ну, с его, как бы сказать, благословение. Это же тоже такая миссия. Нужно представлять город и, может быть… Чтобы вся вселенная знала, что в Севастополе живут самые красивые женщины. Да, да. Мне нужно было поддержку моральную, в первую очередь, в том числе. Также меня поддержали наши севастопольские дизайнеры. Вот это Наталья Духневич, Светлана Вазияна, Кристина Кибовская. Мне предоставила платье Татьяна Бурминская. Василий Евкун помогал мне с творческим конкурсом. Также мы записывали ролик, видеоролик. Нужно было записать, посвящённый теме насилия в семье. Это было обязательное условие. В рамках конкурса проходил форум на тему насилия в семье. Поэтому мне нужно было ещё записать этот ролик. Все эти люди тоже вместе с вами представляли Севастополь. Все эти люди, да. Спасибо им огромное. У нас, к сожалению, время нашей встречи подошло к концу. Но наши телезрительницы мне не простят, если я у вас не спрошу. Мать четверых детей, как вам удалось сохранить такую прекрасную фигуру? Я считаю, что нужно чем больше и чем чаще рожать, чтобы потом бегать за детьми. И форма сама собой будет непринуждённа и даже, можно сказать, без усилий. Спасибо вам большое. Счастье вас очень украшает. Вы действительно прекрасны. Спасибо, что нашли время прийти в эту студию. Спасибо большое. Я напоминаю, что гостей студии была Ольга Половкова, победительница в номинации «Месяц солидарность» на конкурсе «Месяц вселенная». Я же с вами не прощаюсь. До встречи на информационном канале Севастополя в программе «Время Икс».